Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net номер 248. Действуем по правилу. Выполните вычитание. Чтобы найти разность десятичных дробей, можно записать дроби в столбик, разряд под разрядом, запятую под запятой. Давайте действовать по правилу. Итак, А. Запишем дроби в столбик, разряд под разрядом, запятую под запятой. 0,438 отнять 0,0 разряд под разрядом, запятая под запятой, 212 тысячных. Если количество десятичных знаков в дроби различно, уравнять их число, приписав справа нулей. У нас количество десятичных знаков одинаково. Выполнить действие, не обращая внимания на запятые. Начинаем вычитать. 8 минус 2 будет 6, 3 минус 1 будет 2, 4 минус 2 будет 2, 0 минус 0 будет 0. И поставить в результате запятую под запятой в данных дробях. Запятая под запятой. Сделаем аналогично Б. Итак, запишем дроби в столбик, разряд под разрядом, запятая под запятой. 3,43 минус 0,26. Количество знаков после запятой одинаковое. Начинаем отнимать. От 13 отнять 6 будет 7. От 3 отнять 2 будет 1. От 3 отнять 0 будет 3. В результате поставить запятую под запятой. Вм 0,461 минус 0,181. Отнимаем. Но 1 минус 1 будет 0. 16 минус 8 будет 8. 3 минус 1 будет 2. 0 минус 0 будет 0. В результате поставить запятую под запятой. Будет 0,280 или 0,28. Г сделаем аналогично. Записываем запятая под запятой. Получаем 2,31, тоже ставя запятую под запятой. Сделаем Д и Е аналогичным. Д записываем запятую под запятой, разряд под разрядом. Вычитаем, выполняем действие, не обращая внимания на запятые. И в результате ставим запятую под запятой. Получаем 0,91. Аналогично в Е. Записываем запятую под запятой, разряд под разрядом. Вычитаем, не обращая внимания на запятые. И в результате ставим запятую под запятой. Получаем 0,80 или 0,8. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.